Всем привет! Харьков. Середина лета. Шелковица уже почти отходит. Остаются одиночные такие ягоды. Вот я срываю. Она растет у меня над забором. Вот забор шиферный. И в длину. Он 6 метров в одну сторону ветка идет. Вот такая ветка. Вот эти. И 6 метров в другую. Итого 24 метра с чем-то. А ягоды я буду собираю вот так вот. Они растут оазисами такими небольшими. Сейчас я перейду и покажу вам еще одну. Так, я положу сюда ягоду. Здесь такую витрину сделал. Небольшую. Вот так вот. 150 копеек спичный коробок. А здесь ягоды просто надо вот так вот подходишь. Собираюсь. Я сначала делал их как это. Можно было сидя собирать. А потом неудобно. Потому что под деревом у меня хрон растет. У меня смородина такая вот поспевает. Вот видите. Смородина такая поспевает. Надо будет обрывать. И ветки вот такие вот. Молодые ветки. Видите. Она длинная. Вот такая длинная. Вот. Их надо укорачивать. Если не укорачивать, она растет. Вот смотрите. Метр уже. Соседская абрикоса болеет манилиозом. Надо брызать им. Ну, некогда людям. Брызать идет. Проблемы сами знаете, какие сейчас в мире. А эти вот паганцы зеленые надо покорачивать. Насколько? На одну-две почки. Тогда вырастает молодой побег. И он еще в этом году зацветет и даст. Ну, не такой урожай, конечно, как весенний или летний. Ну, а осенний урожай будет и на этой. Все. Эти ветки, жировики надо пообрезать. И вон, где она заканчивается. Видите, вот. Вот она заканчивается здесь. Каждый день объедаем. Потому что падает. Вот такое вот расстояние 250. Лучше 300 делать. Видите? Удобно собирать тогда. А когда они густо, как я вам показал, их плохо доставать там внутри. А урожай, вот. Вот эти я нагибаюсь. Вот. Видите? Это оставленный. Чтобы не надо было собирать. Вот видите? Аккуратно обрываешь. Вот так вот. Вот такой урожай. Ну, не крупная. У меня ежевика крупнее. Ну, зато свое. Не надо никого просить, бегать, собирать. Спасибо, что были у меня в гостях. До новых встреч.